МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шквалистый ветер, проливной дождь, град. Чего еще ожидать бугульминцам от погоды в ближайшие дни? Об этом мы расскажем буквально через несколько минут. Здравствуйте! В эфире программа «Объектив» в студии Марина Колесникова. А сейчас коротко о том, что еще вы увидите сегодня в нашем выпуске. Технологии и инновации, итоги и перспективы. Сегодня надо работать на опережение. Нефтяной саммит в Карабаше. Зима не за горами. Объекты социального значения у нас готовы на 59%. Подготовка к отопительному сезону под контролем. Семья и верность снова в моде. Во главе угла – любовь. Если семья основывается на любви, то всегда будет счастье. Семейный праздник в бугульме. С 12 июля на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением активных фронтальных разделов. В республике в эти дни были грозы. Идут проливные дожди и сильный ветер порывами до 19-25 метров в секунду. Локально – град. В бугульме многочисленные ветви деревьев были сломлены ветром. Но большого ущерба имущества бугульминцев нанесено не было. Коммунальные службы продолжают работать в аварийном режиме. И сегодня, 13 июля, в некоторых районах республики вновь зафиксированы метеорологические явления. Местами грозы, сильные дожди и сильный ветер. Локально ожидается град. Обильные дожди в июле смягчили ситуацию по формированию будущего урожая. Особенно улучшились кормовые и технические культуры – картофель. Но обильные осадки создали новую угрозу для будущего урожая. Об этом говорили на еженедельной видеоконференции в Доме правительства. Летнего теплого дождя ждали весь июнь. Он опоздал на целый месяц. Боялись засухи. На радость всем, в июле земля глубоко пропиталась влагой. Только в Бугульминском районе в пахотном слое влага составляет около 20 мм. Хорошую дозу природного витамина получили кормовые, технические культуры и картофель. А вот зерновым уже не помочь. К тому же обильные теплые дожди принесли новую угрозу будущему урожаю. Будет способствовать широкому распространению вредителей и болезней. Особенно на зерновых, колоссовых культурах, как язимых, так и на яровых культурах. Мы прогнозируем резкий всплеск грибных болезней, имея в виду мучнистую росу, ржавчину, септориоз. Идет заготовка веточного корма. В рационе крупного рогатого скота и овец часть сенохозяйства района заменяют ветками деревьев, лиственных и хвойных пород. В этом году решили совместить приятное с полезным. Ветки заготавливают на территории парка по улице Красноармейской. Таким образом, бюджетные организации города помогают очистить парк от дикорастущих кустарников. Для веточного корма рекомендуется брать ветки до 1 сантиметра в диаметре отреза и не допускать в корм ветки толщиной 1,5 сантиметра. Чем тоньше ветки, тем они питательнее. Для этих целей подходят березы, клён, осина, тополь, ива, липа и рябина. Вредные, такие как американский клён, выбрасывают. Нам выделили участок порядка 150-200 квадратных метров. Это, скажем, полгектара, будем говорить, там может быть больше, меньше чуть-чуть. Вот эту вот плановую вырубку мы должны произвести на этой площади. Лето – жаркая пора для департамента ЖКХ. И не только. Потому что сотрудники помогают заготавливать сельхозпредприятиям веточный корм. Коммунальные службы в срок должны сдать многоквартирные дома по программе капитальный ремонт. В этом году новый облик обретут 87 домов города и района. К дому по улице Тукая 66 – особый подход. Он расположен напротив сквера возле дома техники. Здесь также идут строительные работы по программе «Парки и скверы». Во время объезда по строительным объектам мэр города Ленар Закиров ещё раз сделал акцент на рекламных конструкциях на фасаде дома. Бугульма активно принимает участие почти во всех приоритетных программах республики. Тем самым только в этом году на строительство объектов в городе и районе из разных источников финансирования для Бугульмы выделено более 1,3 млрд. рублей. Временно исполняющий обязанности президента республики Татарстан Рустам Миниханов принял участие в традиционном нефтяном саммите, который проходит в республике уже 15-й год. На Бугульминской земле последние 5 лет. Среди обсуждаемых тем – приоритетные инновационные проекты нефтяных компаний в соответствии с принятой стратегией развития топливно-энергетического комплекса республики до 2030 года. Подробности в сюжете. На берег Карабашского водохранилища базы отдыха «Нептуна» высокопоставленные гости начали пребывать задолго до официального начала мероприятия. Передвигаясь небольшими группами руководителей специалистов нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, во главе с лидером республики Рустамом Миниханова, знакомства с новинками в нефтяной отрасли начались с выставки передовых технологий. Современные мобильные стенды, как наглядное пособие, с полуслова и взгляда, отражали успехи и цели текущего нефтяного года. Тензелинское бесторождение, геологические запасы нефти которого составляют 8 миллионов тонн. Технологии, инновации, результаты и перспективы – тезис на главных задачах нефтяной жилы республики. Вот уже десятки лет рассказывают и показывают главные передовики на рынке черного золота – «Татнефть», «Ритек» и «Тенгэгрупп». В отличие от коллег по цеху, Бугульминская нефтесервисная компания в этом году сделала акцент на достижениях в вопросах импортозамещения. Упор был сделан на импортозамещение. По импортозамещению мы подготовили, по крайней мере, десяток приборов, которые раньше мы закупали только за рубежом, а сейчас готовим и выпускаем сами. Особый интерес Рустама Мениханова вызвали крупногабаритные изделия, мощные подъемники каратажной станции. Сегодня данный вид изделий с отечественными комплектующими в России выпускаются только специалистами компании «Тенгэгрупп». В скором времени предприятие планирует расширить объемы производства. Создается целый завод по изготовлению геофизических подъемников и геофизического оборудования. У нас где-то 200 человек работающих. Это высокотехнологические предприятия с миллиардом объемов в год. В рамках выставочной экспозиции нефтяных гигантов в этом году впервые потеснили студенты нефтяных институтов и техникумов, а также ребята, одержавшие победу в российских и международных научных конференциях. Среди них и выпускницы Бугульминского машиностроительного техникума Валентина Васильева. Разработка прототипа модели 3D-принтера – первая серьезная работа в статусе дипломированного специалиста. Она была конкурсной, она была сложной. Мне надо было ее обмерить, а потом уже выстроить и создать прототип. На разработку ушло около 4-5 часов работы, а на печать около 6. Слой за слоем из пластика АБС – чудо. Машина всего за несколько часов сама может изготовить любую по сложности деталь, которая, в отличие от других комплектующих, не требует дополнительной шлифовки. Это не новое, просто сейчас делается большой упор на развитие. Много различных видов разрабатывается из различных материалов, чтобы печатать. Обсуждение насущных проблем в нефтеперерабатывающей сфере спустя час продолжилось в конференц-зале базы. Со своими докладами об итогах работы в первом полугодии 2015 года и о приоритетных инновационных проектах выступили как представители крупных нефтяных компаний «Татнефть», «Татнефть» и «Отдачи», как и руководители «Малых». Последними за 18 лет работы нефти добыто более 90 миллионов тысяч тонн. Пробуренное введено в эксплуатацию больше 5000 скважин, тогда как за первое полугодие текущего года было добыто более 16,5 миллионов тонн нефти, что на 200 тысяч тонн больше прошлого года. В настоящее время компания работает по поиску новых технологий, которые позволили бы повысить коэффициент нефтедачи пластов и увеличить темпы отбора нефти. По словам лидера республики Рустама Мениханова, внедрение и реализация инновационных программ позволит не только обеспечить устойчивое, рентабельное и конкурентное развитие нефтегазовой отрасли до 2030 года, а также позволит минимизировать риски, создать богатую ресурсную базу на несколько лет вперед. По мнению Рео-президента, невозможно без современной техники и мощных кадров. За последние годы много сделано в части поддержки нефтяной отрасли. Хотя, с учетом того, что запасы становятся более трудноизвлекаемы, и технологии и инвестиции необходимы в больших объемах, нужны более существенные меры поддержки налогового стимулирования, другие формы. Поэтому у нас есть несколько предложений, которые мы уже высказали, и в принципе Министерство энергетики, и Минфин России нас поддерживает. Татьяна Львова, Максим Брюхачев, телеканал 51 МТВ, пятница. Тепло в каждый дом в этом году придет вовремя и в полном объеме. Все стадии подготовки к отопительному сезону глава Бугульминского района Ленар Закиров на заседание делового понедельника поручил держать на особом контроле. Сегодня работы выполнены на 78%. Две трети готовности и результат выше среднего по республике. Летние работы по подготовке к отопительному сезону в этом году планируют завершить в срок. А значит, тепло в дома горожан придет по расписанию. Первыми в списках безопасений встретить зимний период традиционно стоят объекты социального назначения. Работы там должны вестись с опережающими темпами. Объекты социального назначения у нас готовы на 59%. Это из 188-110 объектов. В целом по ПТС готовность 68%. По водоканалу 65% на сегодняшний день. Все работы идут в графике. Не сбавляет скоростей подрядная организация детской новостройки Потухачевского-10. За срок в две недели строители должны сдать объект под ключ. В сухом остатке 30% внутренних чистовых работ. Радовать будущих новоселов будет не только внешний облик сада, но и внутренний. 5 миллионов рублей на оборудование и мебель. Вопросам комфорта здесь уделили особое внимание. На 5 миллионов уже оборудование поступило. Из них почти уже это кровати, шкафчики для одежды, оборудование для кухни. Они уже собираются. Особой контроли темпом строительства. Ведь от нее не должно страдать и качество. Темп мы снижать не должны. Мы с вами видим прекрасно процент исполнения. Мы почти там под 70% дошли по детскому саду. Но этого недостаточно. Осталось буквально две недели. И в то же время от скорости не должно страдать качество. Принципиальные моменты, на которых надо сделать упор. Радовать не только детей, но и взрослых. Будут и облагороженные детские площадки. Ударными темпами за чистоту детских зон и дворовых территорий. Работники департамента взялись еще с начала лета. Тариф чуть больше полтора рубля. Собственников жилья, как капля в море. Позволит сделать немного. Но за счет Миниципального дорожного фонда в этом году приведут в порядок 14 дворовых территорий. Новому асфальту покроют 22 улицы. В этом году мы для себя приняли принципиальное решение отремонтировать 8 дворовых территорий. Это более 15 тысяч квадратных метров территорий. Сумма катастрофически мала. Но тем не менее, шаг за шагом, степ-бай-степ, мы все-таки все дворы осилим. Состояние игровых площадок, как и подъездов, в равной степени зависит не только от стараний коммунальных служб, но и жителей многоэтажек. Они не только должны соблюдать чистоту в своих домах, но и проявлять инициативу. Вопреки расхожему мнению, многие бугульминцы общие владения берут под контроль. Таких активных горожан Ленар Закиров пообещал поддержать и поощрять. Мы должны найти форму поддержки, поощрения таких людей. Давайте будем продумывать, для этого не найдем возможности, финансовые возможности поддержать, поощрить. Тем более в рамках проведения праздника дворов, который мы запланировали на конец июля, начало августа, мы обязательно эти вещи введем. 15 июля завершится весенний военный призыв 2015 года. Всего с 1 апреля воинские части направлены 112 бугульминцев, большая часть из которых военную службу будет нести в подшефной воинской части города Лесной Свердловской области. Наша подшефная воинская часть 4274, которая находится в городе Лесной Свердловской области, отправлено 28 человек. Это очень большое количество. То есть каждый четвертый бугульминец, который весной шел в армию, попал именно в эту часть. Татьяна Львова, Максим Брюхачев, телеканал 51 МТВ, пятница. Восьмой год подряд, 8 июля, вся страна отмечает День Семьи, Любви и Верности. По-настоящему семейный праздник имеется не только своей традицией, но и главный символ – полевую ромашку. С начала года в Бугульминском районе зарегистрировано более 300 браков, а количество многодетных семей увеличилось до 500. Концентрация витающих в воздухе любовных флюидов на каждый квадратный метр парка в этот день явно превышала все допустимые нормы. А такому наплыву счастливых семейных пар позавидовал бы даже самый успешный ЗАГС. Поздравить друг друга с Днем Семьи, Любви и Верности пришли не только ветераны Семейного фронта, но и те, чьи дороги бок о бок только набирают километры. У каждого из них в рецепте простого семейного счастья свои слагаемые. Но из века в век главным компонентом является любовь. Когда все хорошо, все вместе, все можно продолировать, все трудности в день и в сходу. Уважение, взаимопонимание – самое главное. Любовь, любовь – самое главное. И дети. Дети – это все наше. Без детей семьи нету все равно. Анвара и сырье сироживых крепкими узами брака связала Альма Матер. На лекциях в медицинском институте юные студенты не только получали знания, но и знаки внимания друг от друга. Спустя 8 лет знакомства молодые сыграли свадьбу. На страже семейных устоев чита сироживых почти 30 лет. За спиной – надежный тыл, взрослые дети, подрастающие внуки. Заслуженной наградой семье стала медаль за любовь и верность. Супругов наградил глава Буглюминского района Ленар Закиров. Именно в семье закладывается фундамент, закладываются ценности будущей личности. Это период становления и формирования образа жизни. Отрадно, что у нас в городе с начала года уже на свет появилось 688 малышей. 500 пар являются у нас многодетными семьями, имеющими 3, 5 и более детей. Это тяжелый труд, кропотливый труд, каждодневный труд, но он настолько правильный, настолько ценный и настолько востребованный, что это нас не может не радовать. Своими секретами семейного счастья супруги поделились с нами. Друг друга нужно уважать, в первую очередь. Так, в вторую очередь любить надо, не обманывать друг друга. Доверять друг другу. Да, доверять нужно. Взаимопонимание должно быть. Для большой семьи Протеерея Павла Звегинцева этот праздник особенный. О житии святых Петра и Февронии – пример истинной любви. Главное – счастье в семье православного священника – дети. Кроме родных пятерых – восемь приемных. По словам отца Павла, это не подвиг, а все та же любовь. Если семья основывается на любви, то у всего всегда будет счастье. Потому что любовь – это самое основное. Ни терпение, ни привычка не поможет в этом, только любовь. Где нас много, нам с нами самим интересно. Так звучит главный девиз большой семьи Газизулиных. Где количество детских поробов в доме превышает стандартные цифры. По словам родителей семейства, с каждым следующим ребенком в семью приходит новая порция счастья. Когда любишь и даже интересно, то есть много детей, и они как-то друг другу помогают. И как-то получается, даже они, бывает, иногда смотрят, вот нас сейчас 8, как будто кого-то не хватает еще, как будто нам еще кого-то нужно, как будто нас еще мало. Большой подарок немаленьким семьям в день семьи, любви и верности сделали и работники социальной защиты «Радуга». Основной темой детской почемучки стала семья. Викторины, конкурсы, сладкие подарки в этот вечер разрешались даже взрослым. Татьяна Львова, Александр Выдарин, телеканал 51 МТВ, пятница. Будни отменяются, теперь каждый день пятница. Напоминаем, в Бугульме появился новый телеканал 51 МТВ, пятница. Семейный, развлекательный, юмористический и смешной. Время выхода программ «Объектив» и «Исхар» в понедельник, среду и пятницу. Вечером с 20 до 21.00 и утром с 6.30 до 7.15. Это были новости нашего города. Все самые интересные и актуальные смотрите в программе «Объектив» в понедельник и в среду в 20.00, а также в группе ВКонтакте 51 МТВ. Спасибо за внимание и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова